Всем привет! И это просто подкаст. Вы любите отдыхать на море? Раньше я обожала ездить летом на море и проводить время на пляже. Но сейчас понимаю, что загорать вредно, но всё ещё люблю море. Что делать? Я нашла выход. Иногда я езжу туда в несезон. Например, мы с подругой были в Хорватии два раза в январе. Конечно, мы не купались, но, например, организовывали маленькие пикники. В супермаркете покупали еду и напитки, а ещё всегда брали с собой небольшой плед. Мы сидели на пляже, ели, слушали музыку и кормили чаек. У нас был похожий план на октябрь, когда мы планировали, что будем делать в Батуми. К сожалению, почти каждый день шёл дождь. А ещё там везде собаки. Поэтому пикник на пляже не очень хорошая идея. Например, один раз я видела, как мужчина сидел на большом камне около воды. У него были чипсы и шоколад, а вокруг пять или шесть собак. Поэтому мы просто гуляли по пляжу. А если ветер был слишком холодным, то мы ходили по бульвару. Он очень длинный и ухоженный в Батуми. Уверена, что летом там толпы, но не в октябре. Кстати, если в городе мало туристов, то всегда есть свободные столы в ресторанах. Думаю, что это большой плюс. Ещё мне нравится, что вне сезон нет очередей. Например, в Батуми есть канатная дорога. Это популярная достопримечательность. Но даже в ясную погоду я не видела очередь в кассу. Кстати, я очень хотела прокатиться, но не получилось. Как вы уже знаете, всё время шёл дождь. Солнце вышло в день, когда мы уезжали. Как вы понимаете, погода – главная проблема. Зимой на море часто идёт дождь и дует ветер. И если у вас мало времени, то погода может легко испортить планы. А вы были на море зимой. Что делали?